Ну, раз уж мы вспомнили Суровикина, на прошлой неделе, кажется, ну, несколько дней назад, у него был месяц, как его назначили командующим. Понятное дело, что похвалиться ему особо нечем, но еще тогда многие эксперты говорили, что неизбежно освобождение Херсона и в скором будущем уже Херсонской области. И Суровикина для этого и назначают, чтобы на него через там месяц-другой списать крупное поражение российской армии в Украине. Пока этого не происходит. Почему придерживают, возможно, хотят еще оптом и освобождение Крыма или, например, Луганской и Донецкой области ему навесить? Ну нет, это не так выглядит. Выглядит все-таки, что списывать все будут на Шойгу, а не на Суровикина. И поэтому показан весь вот этот диалог, знаменитый в этом их псевдодокументальном фильме, и решение в нем принимает Шойгу, заметьте, а не Суровикин. Это было четко зафиксировано и потом повторено пресс-секретарем Путина Песковым, что решение принял Шойгу, а Суровикин предложил. Наоборот, Суровикин сейчас, так как он ставленник повара Путина Пригожина и Кадырова, то он сейчас, его имидж всячески пытаются поднять. Во-первых, он рассказывает всякие... Уже Пригожин себе прикупил пропагандиста Соловьева, и Соловьев тоже уже прославляет Суровикина. Несмотря на его отступление, наоборот, рассказывает, что это настоящий мужской шаг, ему придумывают всякие анекдотичные прозвища, типа там что-то генерал Армагеддон, мясник Сирии. Хотя мы видим на всех видео, с тем, как он разговаривает, что он скорее похож не на мясника, а на такого булочника, да, и скорее сладкая булочка к нам приехала, а никакой не мясник. Ну вот пытаются из него делать, это тоже такой, знаете, приходит в голову история про генерала Корнилова, по-моему, когда в Первую мировую войну из него пытались сделать народный диктатор Корнилов. Такая там была идея, что он сейчас придет в Петербург и наведет порядок после падения царского режима, имеется в виду. Но вот они, похоже, из Суровикина сейчас лепят такого Корнилова, он же лебедь. Ну, в общем, он все время такой персонаж нужен. Поэтому я не думаю, что на него будут списывать. Наоборот, снимут Шойгу, а этого поставят на его место. Интересна тогда судьба Шойгу. Какое будущее вы ему пророчите? Нет, ничего плохого его не ждет пока у власти Путин, потому что Путин таких людей, как Шойгу, который, в общем-то, ни в чем не предал. Просто разграбил, разворовал, но это нормально в смысле. Они все знали, что все воруют, кто ни от кого ничего не скрывал. Шойгу не предал Путин, давайте скажем так. Поэтому он, естественно, не будет никаким образом наказан, будет, наоборот, переведен в какую-то новую должность. Как Рогозин, который все украл, казалось, что ракеты не летают, но вот теперь он на новой должности. Так же и Шойгу. Если, подчеркну, его додавят, конечно, то есть сейчас происходит какая внутриполитическая игра, что Пригоржин и Кадыров давят на Путина, чтобы он уволил Шойгу и поставил Суровикина. Не факт, что у них получится. Но если получится, Шойгу будет снят и назначен, не знаю, вице-губернатором какой-нибудь Чукотки. Да, почему нет.